На часах. Два часа ночи. Красиво очень, конечно. Катя с Кварцем. Вот сюда мы сейчас пойдем. Ай, хорошо. Что за приключения? Позади меня горы Приполярного Урала. И я наконец добралась до Березовского района в базе Нейройка. И как мы сюда добирались, это, конечно, тоже целое приключение. Понадобилось несколько видов транспорта. Давайте смотреть, как это было. На часах. Два часа ночи. И мы сейчас выезжаем в город под названием Нягань. Ехать, например, на три часа. И оттуда мы пересаживаемся в вид транспорта, на котором впервые я полечу. Здесь, в Югре, это вертолет. Что за приключения? Красиво очень, конечно. И холодно. Лететь два с небольшим часа. Ну и нам пообещали, что погода сегодня благоволит. И мы сможем увидеть из вертолета уже прекрасные виды Приполярного Урала. Алистера сейчас высадил, но теперь мы грузимся в КамАЗ и едем на базу. Красотища! Идем заселяться. Красота! Там даже есть какой-то вид на гору. Вау! Умывальник, пожалуйста. Печка. Еще два человечка. Я заговорила немножко в рифму. База не ройка, а совсем небольшая по территории, но и здесь есть домики, в которых можно жить. Здесь есть национальная хантыйская, мантийская печь, которая, скорее всего, действующая. Надеюсь, нас с хлебушком здесь покормят. Есть вот такая столовая, общее кострище, где будем отдыхать после того, как поднимемся на гору. Ну и прекрасный вид горных массивов. Вот на этом прекрасном оранжевом транспорте мы сейчас отправляемся в деревню Додо. Там было кварцевое месторождение и остались штольни, в которых именно добывали квар. В этой деревне кварц лежит везде. И вот вы наблюдаете картину Кати с кварцем. А здесь, в деревне Додо, целая заброшенная коллекция кернов. Просто здесь их очень-очень много, они прямо таких специальных поддонов, как и скранились, так здесь и оставлено. Пока у нас первая группа отправилась уже в штольни, мы здесь смотрим на такое прекрасное ущелье, где из ледника идет маленькая речка. и также можно наблюдать такие дырки, которые как раз и есть в штольни. В одну из них мы сейчас пойдем. Уже жду, не дождусь, если честно. Произошла магия, я переоделась в настоящего геолога, ну практически. На мне каска, наверное, единственное, что от геологов, и будет еще фонарик. Также на мне вот такие вот сапоги, чтобы я не промокла, и дождевик, который нам выдали. Блин, на самом деле, конечно, очень пока что удобно, шикарно. Я готова. Погнали. Вот сюда, вот сюда мы сейчас пойдем. Но если у вас холострофобия, это не для вас, это для нас. У нас с ней конец. Пока. Опа. Это просто настоящая зимняя сказка. Я не знаю, кто здесь пробегал, снегурочка или Дед Мороз, но это просто очень красиво, очень романтично. Я пожалела, что не взяла с собой какое-нибудь платье. Боже мой, почему никто об этом не сказал? Надо было брать. Если кварцевые пещеры нас приняли, осталось узнать, примут ли нас вершины этого края. Итак, сейчас мы будем забираться туда. Это у нас вершина Соленер, где-то 900 метров в высоту. И говорят, что это достаточно несложно, быстро, но я немножко сомневаюсь, конечно. Это одна минута похода. Это три минуты похода. И мы уже не в походе, а в поездке. Шла тридцатая минута похода. Все раздеваются. Да, все сняли свои курточки. А я готова снять ноги, конечно, уже. Ну ладно. Идем дальше. Это 56-я минута похода. И мы добрались до первой смотровой площадки. Пошел час от начала похода. Прошло не знаю сколько минут с начала нашего похода. ой, тут скалы какие-то. Шел этот час 50 минут нашего похода. Мы уже почти на вершине прекрасной горы Солиньор. нам стояли совсем немножко времени, чтобы насладиться прекрасными видами с этого хребта прямо на гору Неройку и на долину вокруг. Хорошо. хорошо. ... Продолжение следует... Прошло где-то два с половиной часа, как мы вышли в поход, и мы уже спускаемся вниз. И люди думают, что очень тяжело подниматься, спускаться тоже очень сложно. Особенно, когда спуск вот такой крутой, я думаю, что большие пальцы и ногти на ногах скажут потом привет, когда мы спустимся. Еще нужно выбрать определенную тропу и смотреть на дорогу, а не в телефон, но такова блогерская доля. Шел четвертый час нашего похода, мы уже все спустились. Спуск это тоже очень сложное испытание, это занимает много времени, сил. Я вот, как видите, вся красненькая. Но все справились, все молодцы, я была самая последняя, кстати, да. Но это не потому, что я что-то не спортсменка, нет. Это потому, что я контент знаю. Ничего не знаю. Вот таким замечательным образом заканчивается первый день моего путешествия на нейройку. И сейчас, после того, как мы поднялись на слонер, я решила, что я не буду завтра подниматься на нейройку. Во-первых, потому что мне мазут. Во-вторых, потому что я очень хочу снять озера и рыбалку. А в-третьих, я помылась такая чистая, такая классная, непотная, в такой шикарной бане здесь, в девочки чистые. В общем, все те эмоции, которые я сегодня получила, грязь, пот, восхищение, красотой, я хочу их сохранить и оставить. Надеюсь, что завтра день будет такой же насыщенный и прекрасный. А теперь всем пока. Ну, может быть, не пока, я немножко покажу, что мы кушаем здесь. Сердце оленя жареное, сердце оленя вареное. Сугдай из... Это хея щуки, да, обманщик. Хея щуки и где-то еще был хорез. Да, хорез. У нас сегодня не простой ужин, а небольшая дегустация. Вот вы видели, что перечислили, я решила, чтобы все хорошо было слышно и видно. Выйти на улицу. И это жареное сердце оленя. Много чего я из оленя пробовала. Сердца еще нет, попробуем. Это супер. Ничем таким не пахнет. Это очень вкусно. Десять из десяти. Субтитры создавал DimaTorzok